ребята всем привет этот наш новый влог долгожданное мы прилетели в малем вы прилетели на мальдивы переводить на русский язык и мы наконец-таки прилетели просто отдыхать у нас не было отпуска уже наверное три года поэтому поэтому мы решили себе в этом не отказывать и после моей поездки в деревню мы сразу мотнули на мальдив самое удивительное что нас ждало в аэропорту это то что за спиной сейчас находится аэропорт а вот так вот поворачиваешься и вот такая красота на фоне это очень круто я бы даже сказал что ничего подобного я еще не видел ни в каких путешествиях какие бы красивые места планеты мы не прилетали но чтобы вот сразу аэропорт и я только что прошел паспортный контроль вместе с яной буквально две минуты назад и сразу вот такая картина на фоне это очень впечатляет я вам скажу отдых планируется очень хорошие нам единственный моментик осталось помимо того что мы более 9 часов летели от москвы до мали прямым рейсом кстати аэрофлотским очень удобно из мали сейчас мы полетим на местном рейсе примерно 40 минут до какого-то острова от того острова мы 15 минут поплывем на катере то есть наше путешествие она такое достаточно растянутого времени до того как начнется отдых я не могу себе отказать в том чтобы выйти на пирс я думаю что многие кто прилетает в аэропорт мали и у кого удачные острова а может быть наоборот неудачный потому что они близко к аэропорту есть возможность отправиться на свой остров свой отель непосредственно с этого пирса наверное это удобно но в плане логистики а мне знаете еще посчастливилось перед отлетом заболеть меня немножечко голос такой соответствующий меня заболело горло я что-то кашляем может это разновидность ковида конечно хорошо пациент отменили поэтому я с чистой совестью отправился в путешествие при выходе из аэропорта есть табличка мальдивы вот такая с которой у многих наших соотечественников есть фотографии естественно в инстаграме как как без нее отдыхать опять же повторюсь мы сейчас находимся в моли моли одна из самых маленьких столиц мира ее площадь 18 квадратных километров длина два километра ширина один километр когда ты летишь на самолете и дело близится к посадке только в последнюю минуту когда практически шоссе уже касается взлетной полосы посадочной полосы ты видишь то что ты куда-то приземляешься они на воду это прикольно мальдива это мусульманская страна я об этом еще подробно расскажу поэтому главной достопримечательностью столицы то есть мали а это вообще единственный город он же и столица является мечеть которая называется великая пятница и славится она но не славится она смысла его отличительная особенность то что есть в этой мечети золотой купол на ее территории расположен исламский центр это самая большая мечеть мальдивских островов какое количество мечети на мальдивских островах я пока не уточнил первое с чем может столкнуться современный российский турист за границей это не работающие пластиковые карты как минимум и что мы для этого делаем мы меняем заранее в москве доллара и привозим их с собой с долларами проблем нет и с курсом доллара тоже проблем нет купили доллара мы просто в обменнике на новом арбате давай пожаловать в обменнике арбата я никогда не летал на самолете пропеллером если что а теперь полетаю крутяк третий раз может сегодня приземляемся на лодочке на скоростной сейчас нужно будет проплыть минут пять или пятнадцать как-то так самое главное что самолетные дела у нас закончились уже на сегодня он еще international аэропорт то есть здесь остров наверное тоже длинной километр и здесь международный аэропорт это вся лента зон прилета нас уже загрузили очень мы приехали нас встретили представители отеля и есть какое-то предчувствие что мы не сразу сейчас в лодку сядем мы еще сядем сейчас сначала в какой-нибудь микроавтобус или машину потом нас довезут до какой-нибудь марины где стоит лодка и на лодке мы уже поплывем на наш остров здесь конечно сказочно красиво и я вот прям наслаждаюсь с красотой нет ребят микроавтобус отменяется он просто здесь стоит у меня смутил своим видом на самом деле вот я уже воду вижу так что мы скорее всего сейчас сразу сядем в лодку это не может не радовать но говорят транспорта здесь мало нормально транспорта двухколесного здесь уже банк мальдив отделения я на самом деле не завидую девушкам которые сейчас идут с небольшими щелками на глазах я понимаю религия там все дела но я не представляю какая температура у них под этой одеждой потому что когда в дубае например ты представляешь всех местных жителей белой одежде это еще как бы наверное нормально я даже иногда завидую потому что мне кажется так ветерком колышет твоя одежда и нормально но когда все такое темное мне кажется это уже как бы немножечко сложновато неужели у нас так же будет мне даже не верится честно говоря и сам кажется что сейчас вода немножечко перед фотошоплено что я там фильтра подтянул я вас уверяю в жизни она более ярко выглядит чем наверное даже на видео вот на этой лодке мы плывем я готов от скуки здесь помирать десять дней я готовить раз дикарем жить с мечом разговаривать это наш лодка и я не на любимая часть надо с ведром поближе обсадить а можно мы уже войдем дяденька самое самое главное в этой ситуации не поддаваться панике не употреблять эти таблетки от укачивания либо употреблять столько сколько вам говорят потому что в таиланде я помню я так переживала что меня укачает и выпала вместо одной таблеточки две так вот чтобы вы понимали я это для тех людей кто любит болевать во сне я просто очнулась на каком-то острове по мне ползал краб и ну короче я просто тупо лежала на песке в общем это был необитаемый остров примерно вот такого вида на маленьком острове мы остановились и яна просто легла вот так вот как выброшенная на берег без сознания валялась просто я реально не помню как я там вылезла и не надеюсь не как в сочи народу значит значит это не то ребят пока даже не верится глазам я вам серьезно скажу мы конечно много где были и можно сравнивать с какими-то и тайскими островами и с майами и с лос-анджелесом и вообще со многими какими-то пляжами но то что мы сейчас здесь видим это знаете как будто ты проснулся на большом пляже 4 часа утра и вот пока никого нет ты такой дай-ка сфотографирую фотошопе остальных людей уберу и потом еще в воду сделаю по насыщенней цветом и песочек побелее вот примерно так все выглядит это просто нереально ты ты читаешь и такое такое не бывает пошли в жопу нищеброды которые говорят что здесь скучно я готов здесь скучать просто хандафуши island 300 называется отель посмотрите о нем интернете например я ссылочку внизу дам если найду его но я найду обязательно я вышел из подъезда спустился в туристическое агентство и купил сюда тур это было самым простым решением были билеты хотя покупали мы за небольшой промежуток времени и это избавило нас от многих моментов организационных например как перебраться с одного острова на другой и вот это вот все мы дайвингом не занимаемся но здесь даже есть как я понимаю центр где можно учиться этому делу вряд ли будем новых с маской поплавать с ластами за милый мой вообще это ресепшен ресепшен песочек белый ресепшен просто великолепно первым делом мы конечно же решили прийти поесть а потом уже в номер вернее не мы так решили а нам так предложили а мы не отказались он так прикольно что везде песочек и мне так жарко вы себе не представляете ну все все походу уже походу пахавали конечно же хлебушка остался например наш номер столик 122 потому что номер бонгало 122 и на этом столике мы будем как я понимаю всегда перекусывать это кстати удобно чтобы каждый раз не занимать очень странное меню было я поел какие-то знаете как есть луковые кольца есть ну типу типу жареный лук во фритюре но но не кольцами кстати это было очень вкусно еще и поел папайю и папайя кстати была такая средненькая не очень сладкая не как в таиланде по крайней мере сегодня и арбуз но арбузами русского сирока уже не удивишь красиво как в деревне районы заставки любимые сын вы просто на это посмотрите как будто я жила и вот это нельзя все вывозить отсюда что самое грустное и такой выходишь я просто не верю своим глазам парочка самая главная достопримечательность основная киллер фича благодаря который я выбрал именно этот отель и именно эти бунгало на берегу океана, это потому, что это бунгало на берегу океана. До последнего, я думал, что будет какой-нибудь подвох. Ну, типа, ты выходишь на океан, а там дофига народу. Ну, типа, пляж какой-нибудь. Посмотрите. Ты выходишь, и ни хрена никого нет. И это просто главное, ради чего сюда стоило прилетать. Это очень круто, ребят. Я не ожидал, что это настолько круто. Все. 25 шагов. И я в домике. Хочу отснять, чтобы ты молчал. Леночка, хотел сторис снять. Выходит, и Женя там. Так, небольшой рум-турчик показываю. Телевер, зеркало, светильник, большая кровать, высокие потолки, вентиляторы. Что, кстати, прикольный вентилятор. Смотри, как она у нас прикольная. Фишка, которая мне очень понравилась, и мы ее сразу не заметили. Это то, что у нас есть свой внутренний дворик. Вот такой вот замечательный. Здесь туалет, а вот здесь вот такой дворик с душем. Кайф! Блин, шикарно вообще. Это что, здесь голым можно мыться? Немножко Мангири напоминает вот эта штука. В Мангири у нас тоже был свой домик, и под открытым небом можно голым мыться. Ну, и для любителей классики можно в ванной полежать. Просто рядом с кианом очень странно. Ну, и шкафы, естественно, все дела. Мы сюда приехали именно за таким отдыхом, какой здесь есть. Мальдивы славятся тем, что здесь вроде как нечем заняться. Особо активные персонажи типа меня, которым всегда нужно искать какие-то приключения, здесь чуть ли не с ума сходят от того, что не знают, куда себя приткнуть. Но что-то мне подсказывает на данный момент, по крайней мере, пока мы только приехали и вот это все увидели, что это некое преувеличение. Мне кажется, эти слухи пускают люди, которые на Мальдивы не приезжают. То есть они такие, типа, наверное, как-то там грустновато, потому что делать нечего, особо, кроме дайвинга и океана и шикарных пляжей, наверное, ничего и нету. Поэтому там и делать нечего и стоит дорого. И нахера надо тогда на эти Мальдивы ехать. Я примерно так же рассуждал. В общем, отдых только начинается. Мы еще тяжело соображаем после всех этих перелетов. У меня речь не вяжется пока. У нас здесь рядом с Бангало сложены ракушки, кораллы. Смотрите, все вот эту красоту, даже вот это, это все вытащили из океана прямо вот здесь вот в 20 метрах от нашего домика. Я почему это утвердительно говорю, потому что я такие только что вылавливал. То есть вот эти вот новые, которые еще такие темненькие, это влажные. Это то, что я вылавливал. Смотрите, какая красота. Послушайте. Звук моря, слышите? Блин, вот это просто... Вот это мощь. Песок как манка. Даже мельче. Вот так вот здесь все. Они, кстати, очень звонкие. Очень необычные чувства, когда моешься в этом душе под открытым небом. Немножечко нудистом себя чувствуешь. Вроде нудистом себя почувствовал и никто не увидел. Замечательно. Так, я решил выйти на первую разведку. Немножечко отдохнули. Но первый день невозможен без того, чтобы я широкий по острову. Здесь сейчас что-то произошло. Что-то проехало очень громко. И вот это вот очень громко проехавшее походу опылило остров от какой-то нечисти, которая здесь может летать. И это очень странно, потому что запах чисто соляра. Как будто бы, знаете, какая-то машина проехала, у которой херня с двигателем, и она прям конкретно так прокоптила. Вот сейчас вот такая вот история вообще по всему острову. Ну, очень киношности придает. Смотрите, какие джунгли непровозные. Просто лютые джунгли. Ну, короче, другого объяснения, кроме как, что это от каких-то насекомых летающих, у меня нет. Почему такой дым стоит? Есть вероятность, что в это время, во время распыления вот этой дряни, нет необходимости выходить, гулять и дышать вот этим всем. Но так получилось, что у меня время моей прогулки попало на вот эту чудесную процедуру. Весь отель состоит из бунгало. То есть здесь есть бунгало разной категории. Есть семейные, есть сьюты, и есть делюксы, как у нас. И, возможно, еще какие-то есть. Вот я вот эти три запомнил. А как таковых, каких-то корпусов отельных, там чего-то подобного нет. То есть здесь все в отдельных домиках. Ну, это прикольно. И обычно на Мальдивах один остров, один отель. Надо, наверное, вам немножко о Мальдивах рассказать. Мальдивы – это островное государство, расположено к югу от Индии и Шри-Ланки. Возможно, это нормально. И, возможно, в ближайшее время я вам не раз еще покажу то, что я только что увидел. Я сейчас увидел летучую мышь размером. Короче, размах крыльев, ну, как у голубя примерно. И она просто пролетела. Я думал, что летущие мыши таких размеров не бывают. Мне кажется, плохая затея была гулять в этот дым. Потому что я начал кашлять. Еще сильнее, чем кашлял до этого. Я не знаю, почему на ресепшн девушка мне сказала, что не надо ходить вот внутри джунглей. Может, потому что там что-то сейчас шевельнулось громко. Но животных-то точно не должно быть. Она что-то сказала, такой, типа, москиты могут быть, еще что-то. Но, блин, русский человек, который только что вернулся из деревни. Какие нафиг москиты? Вообще вы о чем? Мальдивские острова, кстати, попали в книгу рекордов Гиннесса как страна с самым плоским рельефом в мире. Потому что самая максимальная высота на каком-то из мальдивских островов это 2,4 метра, по-моему, если не ошибаюсь. 2,3 или 2,4? Прикиньте. Так, у нас тут находки. Маленький кокос. И, походу, очень маленький кокос. Молодой, наверное. Какой-то прям супер. Кокосик прям, зародыш. Короче, здесь только что жизнь кипела. Крабы передвигались в своих домиках. И как только я камеру поднес, такие все тук-замерли и превратились просто в ракушки. Смотрите, какая красота. Сколько вот этого всего здесь валяется. Причем Яна это все очень сильно любит. всякие вот такие ракушки. И это все действительно красиво выглядит. Огромное количество кораллов. Просто вот они повсюду. И есть один момент. Это все нельзя отсюда вывозить. Запрещено. Даже рисковать не будем. Название Мальдивы это, можно сказать, союз двух индийских слов. Одно слово Махал. Махал это дворец. И второе слово это Дива. А Дива это остров. Соответственно, дворец, остров как-то так. Вот здесь вот есть местный житель. Местный житель туда спрятался. Видите, он лапки поджал. То есть там внутри краб сейчас находится. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok У меня сегодня кругосветное путешествие вокруг острова И я, наверное, давно не отдыхал, поэтому не подготовился должным образом И теперь хожу как сумка и маньяка на плече Обычно я беру с собой хоть какой-нибудь рюкзак Я специально для этого покупал максимальные легкие, которые можно брать с собой Для того, чтобы закинуть фотик, коптер Короче, когда ты в одних плавках босиком и в футболке Не очень удобно носить с собой всю технику Короче, сегодня разведывательная экскурсия Нужно понять вообще, где мы находимся Я включил GPS-трекер для бега Для того, чтобы посмотреть, какое расстояние и за какое время я преодолею это Но учитывая большое количество пауз остановок на фото и видео Но делайте мне скидку Рекордов никаких бить сегодня не будем Это, кстати, 134-й бунгало Вот так вот, может быть, выход к воде оказывается Но мне как-то у нас больше нравится на самом деле Здесь, видимо, когда тоже был бунгало, но природа взяла свое, судя по всему Подмывает немного На самом деле для съемки проблемы небольшие с ветром Большую часть времени, когда я иду, так ветер фигачит Он теплый, приятный, но Я думаю, что микрофоны в этот момент очень плохо себя чувствуют Отсюда начинается остров, как я понимаю С этой стороны, по крайней мере С блоганом Мальдив можно назвать фразу No news, no shoes То есть здесь и обувь не нужна, и новостей нету Ни газет, ни телевидения Вообще нафиг оно все нужно Это реально все лишнее Если не смотреть новости, мир становится только лучше И ничего плохого не происходит Начинаешь смотреть, плохое происходит Прекращаешь смотреть, все хорошо Я здесь придерживаюсь точно такой же политики Чисто вот Мальдивы так себе и представляешь Потому что здесь есть качели обязательно где-нибудь на берегу Белый песок и бирюзовая вода Вода в определенное время суток выглядит просто фантастически Под определенным углом Зависит это от расположения, от высоты солнца Но так во всех странах, где красивая вода То есть в определенный момент вечером вода становится Ну просто обычной Здесь на самом деле отели живут, можно сказать, на широкую ногу Потому что с одной стороны этого острова по береговой линии Вот эти вот бунгало А с другой стороны, то есть большая часть острова Она полностью пустая, свободная Возможно это и создает вот такую вот какую-то приватную здесь атмосферу Я вынужден был свернуть со своего берега И немножечко зайти вглубь острова Для того, чтобы поймать рядом с каким-то зданием Wi-Fi Чтобы активировать гребаный дрон Мне это не нравится почему-то Мне, вернее, меня это больше бесит, чем это не нравится Это вроде как и не сложно И я себе представляю, насколько было бы обидно Если бы мы отправились в какое-то путешествие В какую-то страну, допустим Где вообще нет интернета, в принципе И, допустим, мы без этого интернета там Планировали бы пробыть неделю И с дронами И снимать что-то красивое Здесь такие джунгли красивые Обожать это все Меня знаете, что здесь радует? Здесь, ну, не радует в смысле, а удивляет И даже немножечко путает Это то, что все стрелочки сделаны вот таким вот образом Двойные Ну, то есть, если обычно делается с одной стороны двойное Это как бы противоположное направление заданному А вот здесь вот стрелочка То здесь как-то все наоборот У меня сразу по поводу отеля Несколько слов уже накопилось Я хочу сказать то, что каждый раз, когда мы прилетали в какую-либо страну У нас возникали какие-то сложности Например, изначально, я всегда повторяю, кстати, всем Когда ты прилетаешь в какую-либо страну, в какой-то отель Тебе дают обычно, ну, часто, по крайней мере, только бывает Какой-нибудь хреновый номер Твоей категории, которую ты оплачивал, да То есть, из лучших они тебе выберут самый худший Ну, просто потому, что так проще Сначала плохой номер сливать, а хорошему хозяин всегда найдется И каждый раз наши поездки начинаются с того, что мы начинаем возмущаться Типа, ну, с Хиралем у нас вообще был Sea View там, например А здесь вот море видно только, если на балконе наклониться, перевеситься И каждый отдых начинался с такого, с небольшого какого-то стресса Последний раз мы на подобном отдыхе были в Доминикане И в Доминикане нам очень многое не нравилось Да, там было прикольное море, похожие немножечко даже пляжи Там было огромное количество людей Вот эти вот чуваки, которые каждые 30 секунд, наверное, докапывают тебя с предложениями Купить у них какую-нибудь херню, нафиг тебе не нужную такую чисто рыночную какую-нибудь говнище Всегда заселяют в плохой номер Всегда какие-то вопросы Всегда тебе что-то не нравится Что-то не соответствует твоим ожиданиям Так вот, здесь никаких сюрпризов не произошло Вернее, все сюрпризы произошли, которые мы ждали и которые мы не ждали Но они все приятные То есть не было такого, чтобы нас заселили туда, куда мы как-то не желали, так скажем Мы ничего не просили, мы ничем нигде не возмущались Если раньше я считал и рассуждал, как человек такой, любящий путешествия И постоянные какие-то покорения гор И что-то, поиски каких-то новых эмоций Для меня казалось то, что Мальдивы будут максимально скучно И максимально, ну, как бы, ну, ни о чем Ну, типа пляж, пляжный отдых Я небольшой любитель пляжного отдыха Но я небольшой любитель пляжного отдыха, как я понял Исключительно по той простой причине, что я не люблю пляжный отдых, когда большое количество людей А вот если людей нет, как здесь Если такие идеальные пляжи, идеальный океан и такая красота То я обожаю пляжный отдых И основное преимущество этого места в том, что как раз здесь практически нечего делать Ты здесь отдыхаешь и получаешь удовольствие просто от того, что ты здесь находишься И это самое важное В общем, отели я максимально могу порекомендовать Может быть, вы, конечно, тот человек, который на Мальдивах был уже много раз И, конечно же, здесь есть курорты более дорогие Но я, опять же, я из тех людей, кто знает, что такое деньги, как они зарабатываются И если где-то можно немножечко сэкономить, то я, конечно же, это сделаю Ну вот просто я так устроен, сколько бы денег я, наверное, не зарабатывал Вряд ли я буду их обесценивать или каким-то образом ими раскидываться Просто потому что мы с Яной те люди, которым вот просто все не давалось То есть у нас не было богатых родителей, нам никогда деньги не падали с неба И никогда они не доставались просто Нам ради денег, за деньги нам приходится работать Нам приходится давать очень много сил, энергии И поэтому очень много людей так спрашивают удивленно Блин, а почему они не взяли там бунгало на воде? Ну потому что бунгало на воде стоило, ну здесь нет на этом острове его Потому что оно стоило, ну там, ну типа на 200 тысяч дороже Ну и нахер мне на 200 тысяч дороже, если я буду рядом с водой В следующий раз поднимем градус А плюс я не хочу никому ничего доказывать Ну да, мы могли взять там бунгало на воде Ну типа ради чего? Ради того, чтобы сделать эти пошлые какие-нибудь фотографии С лепестками роз в ванной, там в этом домике на воде Я не про это Мы получаем от жизни сейчас максимальное удовольствие Потому что мы к всему подходим размеренно И все открытия впереди Не надо задирать планку Я считаю, что нужно идти постепенно При желании, если ты очень ленивый Тебя вот так баги может отвезти куда угодно Некоторые на них даже на ужин ездят Но мне кажется, это странно И приятный момент, что я постоянно хожу босиком здесь Хорошо, что я взял только крокса Потому что их можно и использовать, и можно не использовать Как оказалось здесь Я выбрал второй вариант Я в них прилетел, я в них улечу Я теперь в Панаме Это сейчас не аксессуар, а необходимость Потому что голову мне напекло знатно Когда я решил расстаться с своими волосами У меня появилось, конечно, по жизни 99% плюсов Но есть один минус Когда ты на солнце, когда жарко Я ненавижу носить всякие головные уборы Просто никогда не любил Я их не ношу до последнего Потому что если у тебя голова загорит по бейсболку То сверху будет все белое Ну, то есть, в общем, это не самая лучшая штука Поэтому я сначала обычно теперь сгораю А уже потом пытаюсь защищаться каким-то образом В итоге я вернулся домой для того, чтобы активировать свой дрон по Wi-Fi Я его активировал и возвращаюсь на то же место, на котором я кругосветку закончил По поводу климата Здесь достаточно комфортный климат Днем и ночью температура на улице колеблется буквально на пару-тройку градусов Мальдива – мусульманская страна На самом деле для меня это стало неожиданностью Я почему-то думал, что здесь буддизм Но буддизм здесь был 800 лет назад Это, по-моему, даже самая маленькая мусульманская страна в мире И здесь практически 100% мусульман Потому что другие религии, если я все правильно прочитал Они, по-моему, даже здесь запрещены Мальдивский язык называется дхейви Национальный язык, являющийся смесью сингапурского, тамил, урду, персидского и арабского Мальдивская письменность известна как тхана Пишется слева направо Состоит тхана из 24 букв Согласные звуки обозначаются кружочками и запятыми Расставленными над или под согласными Ну, это просто вдруг у нас какие-то языковеды И кому-то прям очень интересно Мне это мало о чем говорит Я, честно говоря, пока даже мальдивской речи как таковой, ну, наверное, и не слышал А если и слышал, иностранный язык, что сказать Смотрите на мою руку Я только что принял душ Вышел уже сухой из номера И сейчас она переливается от пота Я не могу сказать, что у меня что-то с потоотделением в обычной жизни Все нормально у меня Я особо, ну, не потею сильно, так сказать Но сейчас у меня все тело покрыто Вот так вот красиво Бронзер такой Смотрите, какое крутое место Вот выбрасывает вас на берег Смотрите, инструкция Поднимаетесь сюда Находите себе обувь по размеру Здесь обувь в достаточном количестве валяется вдоль пляжа И вот вам, смотрите, уже навес На Мальдивах особенно хочется взять с собой песочек для того, чтобы засыпать еще один очередной слой в нашу вазу У нас там есть песок из голливудских холмов, из Юта, из Каньона Антилопа, из Аризона, из Гранд Каньона То есть практически из всех уголков мира, которые нам очень понравились и запали в душу Мы привозили вот этот вот какой-то песочек или какую-то породу Вот, которую можно насыпать в вазу И в прозрачной вазе это все по слоям Очень красиво смотрится Денежный вопрос, конечно же Мальдивской денежной единицей является руфия и лари Одна мальдивская руфия равна 100 лари Один доллар США приблизительно равен 12 руфиям Здесь везде и повсюду принимают доллары Поэтому мы купили наличные доллары Расплачиваем все ими Сдачу дают теми же долларами Многие жители Мальдив зовут друг друга по фамилии Вот так вот им удобнее Мы в школе тоже так делали Так что мы немножечко мальдивцами уже являлись, так сказать И, кстати, интересный момент Особенно для меня такого дружелюбного Который со всеми здоровается Со всеми пытается заговорить Со всеми как-то выходит на связь Хоть интроверт Но когда милый человек, когда он как-то смотрит, улыбается Я думаю, ну что бы с ним не поздороваться Не пожелать хорошего дня Так вот, на Мальдивах не принято здороваться И поэтому, если вы с кем-то поздоровались Пожелали хорошего дня Доброго утра Возможно, вы получите в ответ какую-нибудь улыбочку скромненькую Либо вам максимум кивнут На самом деле, изначально я думал, что на Мальдивах очень много русских Их действительно очень много Но именно здесь, на острове Русских в процентном соотношении Ну, по крайней мере, из тех, кого мы замечаем Мне кажется, ну не более 30% То есть они есть, русские семьи Причем русские, ну все достаточно нормальные, адекватные То есть как бы никто здесь, типа там, не бухает Плохо себя не ведет Много европейцев Есть американцы, даже если не ошибаюсь Всегда важно помнить Есть политика, есть новости Которые, соответственно, тоже являются политикой Есть просто людские отношения Поставьте себя на место любого человека Где-то в какой-то стране кто-то с кем-то воюет Америка постоянно там кого-то бомбит, кого-то убивает И это может не нравиться всему миру практически Но это не значит, что это каким-то образом должно влиять на отношения людей Люди любят общаться, люди любят узнавать новое Людям приятно и интересно общаться с человеком из другой страны Американцам интересно общаться с русскими Русским с американцами Все хотят произвести хорошее впечатление И явно между людьми нет никакой вражды Политические заявления Это все, да, естественно Там просто какая-то адская дичь сейчас происходит Но мы-то с вами не в составе какой-то правительственной делегации Летим отдыхать или путешествовать И люди, с которыми мы встречаемся Тоже не являются представителями власти Поэтому все замечательно Все друг с другом дружат Все друг друга любят И самое главное вот с этими чувствами путешествовать Тогда все будет хорошо Идеальное место для того, чтобы здесь сесть Вот так вот И сидеть Ничего не надо больше делать Просто сидеть Ничего не надо больше делать Не надо больше делать У нас в последнее время как тяжело с организацией всяких поездок Ты куда-то соберешься А потом в последний момент не хочется И даже на Мальдивы, когда мы собрались уже Все морально подготовились Мы очень хотели Мы давно прям вот мечтали именно в это место попасть И тут в последние дни мы с Яной на полном серьезе сидим И думаем, блин, может не поехать Может нахер надо Но дома так хорошо Столько работы, столько дел У меня строительство дома Еще в деревне Мне постоянно даже сейчас на отдыхе Хотя я предупрежал, что так не надо делать Написывают строители с различными вопросами Это вроде как приятные такие хлопоты Но мы на отдыхе И классно, что мы все-таки смогли оторваться от этого всего Очень обидно было заболеть за три дня до поездки Возможно, это как раз и было следствие того, что я не хотел ехать И как-то до последнего момента думал Блин, ну зачем? А уже вроде как мы все оплатили После любой болезни, любой простуды, кондиционера У меня все переходит куда-то То ли в бронхи, я не знаю куда То есть, в общем, и такой дохающий, такой звонкий кашель На протяжении потом, может быть, месяца, может быть, двух Надо наконец-то этим вопросом заняться Каждый раз, когда я делаю всякие снимки Вроде как все нормально Когда мне советуют какие-то лечения Я вроде их прохожу, кашель прошел И все Но это до следующего раза, когда опять где-то остудился Что-то, либо вот этот вот холод в тебе накопился И у тебя опять все вылилось в кашель И вот сейчас как раз та самая стадия Когда мне сейчас тяжело спать Потому что я то першит, то болит, короче То ты просто кашляешь Если меня сейчас нудисты смотрят, наверное, думают Блин, какой пляж, зашибись Вот бы здесь без трусов искупаться Здесь на Мальдивах законом запрещено купаться голыми Поэтому, если хотите обнажить свои гениталии Сделайте это на специально отведенном пляже Где-то на Мальдивах такой пляж есть Вот специально для таких людей Но я считаю таких людей ебунатами на самом деле Одно дело голыми искупаться где-нибудь в речке или в озере Когда ты ночью приехал с друзьями или с женой Я хрен знает, у тебя не было плавок Окей Хотя тоже, ну, не очень прикольно Я так в детстве даже не делал А другое дело специально приезжать на пляж, где все ходят голыми Ну, просто это какое-то отклонение психическое, я считаю Ну, собственно, то же самое, как и пляжи для пидорасов Там и прочая вот эта вся история Ну, нахера, как бы Ну, если вы хотите равных прав Если вы хотите, чтобы к вам относились нормально, как к людям А вы будете просто людьми Интегрируетесь как-то в обществе И все, всем похер, что вы дома делаете Нахера об этом заявлять Нахера вам отделяться Зачем вам вообще вот эти флаги свои всякие вывешивать Блин, вот вы в первую очередь именно этим бесите А не потому, что вы там друг с другом как-то спите Не с той стороны, и что-то в голове у вас не так переключилось Блин, в общем, у меня вот такая позиция к этому Кстати, сначала, когда мы только ехали на Мадил Я думал, что здесь прямо вот вокруг океана И все, и ничего нет, ничего не видно Ты только находишься на том острове, на котором ты живешь А все остальное, ну, практически не существует На самом деле, практически везде по горизонту ты видишь Точно такие же небольшие, где-то большие острова И мы даже видим отсюда тот остров, где аэропорт, куда мы прилетели А еще я подумал, что как же круто стать богатым Для того, чтобы на своем самолете отдохнуть Потом пять минут на лодке Лечь на кроватку в бизнес-джете или в удобное кресло Поставить свой любимый сериальчик и получать удовольствие от жизни Мне кажется, это просто шикарно Необычные чувства, когда ты видишь слияние волн И когда ты видишь начало острова, что самое главное Просто в этом начинается остров Здравствуйте И ты тут пришел Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это те джунгли у меня за спиной, в которые мне сказали Лучше не заходить И я, наверное, ну сейчас не пойду, по крайней мере, босиком Но очень хочется почему-то теперь туда зайти После того, как предупредили Я только что видел живого ската Настоящего живого ската Живого ската настолько, что ты мог бы искупаться рядом с ним только что Но я не полез купаться, потому что я не знаю, что с ним делать У меня маски нет для того, чтобы его увидеть нормально Я мог бы даже не замочив в шорт туда подойти к нему Ну а вдруг он опасный Как известно Известного ловца крокодилов Не помню, как его зовут Убил скат как раз своим вот этим вот хвостом Вроде как здесь что скаты, что акулы Достаточно безопасные Причем здесь вводятся именно те самые Большие китовые акулы Но они вроде как никогда не нападали на людей На Мальдивов за всю историю не было вообще ни одного нападения акул на людей Акул достаточно много, но на людей не нападают Это замечательно И мне что-то подсказывает, что то, что я видел Маленькая такая, как маленькая акула, рыба Мне кажется, это была риф акулы Потому что она небольшая И потому что здесь рифы как раз Я как-то смотрел один из выпусков с Беар Грилсом Он попадал в какие-то джунгли И мне тогда показалось Ну а что джунгли-то, ела-пала? Ну джунгли, пальма, там красота Вот эти лианы всякие Но на самом деле Непролазные джунгли Это вполне себе реальность Когда ты видишь вот это То есть достаточно плотно Плотно все растет И соответственно Когда ты Попытаешься туда войти Хер да ни хера То есть пробираться ты будешь очень долго То есть мне кажется По таким джунглям можно целую вечность Просто идти один километр Потому что Ну это прям Они реально непролазные Так что вот эта вся романтика Сразу испаряется Когда вопрос идет о выживании на острове Сюда наверное нельзя было заходить Но у меня слабость на различные Виды кораблей, катеров, лодок и прочего Особенно такие знаете Старые, деревянные Они у меня вызывают массу любопытства И я увидел, что просто в кустах В той части острова Куда мне сказали не заходить Стоит вот такая лодка Офигеть Блин, она деревянная Прикиньте Вот такие следы автомобиля И представляете Ты такой джунгли эти Зеленушку открываешь А там как в фильме Пляж Леонардо Ди Каприо Такая плантация какой-нибудь Наркоты И местные такие с автоматами Хера себе Неправильно ты чувак Зашел конечно сюда Вот это хитросплетение Вот такие вот штуки Обрубаешь прям Кладешь в воду Они со временем превращаются В арт-объекты И становится красиво Джунгли прям притягивают Вот сказали нельзя А прям Знаете Хочется туда идти Вот что-то ништяки Какие-то растут А что это такое? А возможно есть В комментариях напишите Что-ли Если знатоки есть На вкус не буду пробовать И отважный конечно Но не настолько Ну и что На Мальдивах Нечего посмотреть Хотите сказать? Вы все еще уверены в этом? Да мне кажется Я поинтереснее Чем во многих странах Сейчас пропутешествую Потому что Именно чтобы такая концентрация Красоты Природы И неприроды Такого у меня еще не было По-моему Корни меня вот эти вот Все время удивляют Иногда кажется Что это кто-то Как будто бы искусственно Сделал подпорочки Для стволов А это на самом деле Корни так растут Как будто бы дерево Вверх ногами Знаете Должны были ветки быть А ветки закопал кто-то Вверх стволом растет А вот сверху кстати Больше на корни Как раз похоже Вот эти вот ответвления Возраст у меня прибавляется А мозгов нет Вот такая вот Закономерность Сейчас вы увидите сразу Что там А я увижу попозже Потому что я не достаю И я не полезу Вы только что побывали Внутри этой лодки А я не побывал Я не видел что там Рулевая вот эта планка Херово себя уже чувствует По-любому Блин Дерево Представляете Из дерева Вот это все сделано Все изогнуто Все герметично Легкая коряга Вот такая А представляете Как она круто Будет смотреться В каком-нибудь интерьере Допустим Лофтовом Вам наверное Не очень понятна Красота Потому что она Серая На сером фоне А мне ее красота Понятно больше О-о-о Здесь какие-то бочки И на нем написано Карамоил Возможно Это те самые бочки С помощью которых Опыляют этот остров Чтобы не летали насекомые Может быть Это какое-то Запрещенное вещество И я сейчас Действительно Не туда зашел Наша поездка Конечно же Не обходится Без проблем И главная проблема Это мое здоровье Сейчас Я иду на ресепшн Для того Чтобы спросить Есть ли какой-то шанс Заказать Антибиотики Я сейчас вышел На связь Со своим лечащим врачом Он провел Какую-то консультацию И самое интересное Что у них здесь Даже на Мале Если я не ошибаюсь Есть некоторые проблемы С аптеками То есть они здесь Не так развиты Как у нас Любой город приехал И аптек На каждом углу Здесь вроде как Такого нет И говорят Что даже Если ты будешь В Мале находиться Ты тоже не найдешь Как я понимаю Очень быстро аптеку Потому что часто Эти аптеки Находятся в больницах В общем Неприятная история Вроде как С одной стороны Не могу сказать Что отдых сильно омрачается Потому что днем Я себя чувствую нормально Вот когда жарко То есть я даже не кашляю Все как бы норм Но как только я вхожу В номер где кондей Там начинается жопа Самое смешное Что когда мы собирали С собой лекарства В дорогу Что я взял антибиотики И коробочку Это обратно положил Потому что я стараюсь Антибиотики По жизни не пить Ну это вообще Намного больше вреда Наносит чем польза И Яна Как сказал Тоже говорит Я взяла антибиотики Потом думаю Нафиг они нужны В общем Я не взяла их с собой И мы взяли Всякой херни От кашля Потому что думали Что это просто Ну горло Простужено Когда летите на Мальдивы Когда еще Вам приходится До вашего острова От столицы Лететь И потом еще И плыть на катере Лучше Чтобы у вас Было все с собой Лекарства Не так много места Занимают Ничего страшного В этом нет Еще кстати К вопросу О том Что брать с собой Я рекомендую Не брать ничего В принципе Мне здесь Достаточно Двух футболок И двое шортов Я сюда взял В которых я и плаваю И хожу на обед На ужин И на завтрак В общем и И опять босиком Естественно Я уж так добавлю Если совсем по-честному То даже трусы не нужны Потому что Постоянно находишься По сути В этих Шортах И в трусах Я только сплю Вот такие вот дела Не собирайтесь Единственное Если вам для фотосессии Нужно будет То конечно Для фотосессии Можно взять С вам много одежды Много украшений Потому что Фотографии здесь Получаются Потрясающие У меня знаете Мальдивы Ассоциировались С такими Извращенческими Фотографиями И видосами Когда Бассейн с лепестками Рос И туда пара Прыгает Там Падает И прочее Вот это вот Все Но для меня Этой серии Развлечения Вали Бузовой Я очень Не хотел бы Никогда В жизни В таком Участвовать И к счастью Мы этим заниматься Не будем И ничего подобного Здесь не видели Наверное Такая опция Есть В бассейне Может быть Но Это прям Дичь Так Я возвращаюсь Из ресепшена У меня Хорошие новости Я думаю Что хорошие У меня появились Таблетки И это Антибиотики Судя по всему Антибиотик Широкого действия С непонятным Мне названием Я отправил фотографию Состава этого Антибиотика Своему врачу Я думаю Что Он мне сейчас Скажет Что все окей Мне не придется Ни подписчиков Спрашивать Как здесь Надыбать Лекарства Не плыть никуда На катере На лодке Потому что Конечно Хочется вылечиться До окончания Отдыха Вполне справедливо Если у вас возникает вопрос Чего-то я постоянно Хожу по лесу И Разговариваю с вами Потому что Первое Здесь Намного комфортнее Чем на берегу океана Потому что Там я сам себя Не слышу Из-за шума Волны Из-за ветра Во-вторых Здесь тенек А я Весь сгоревший Прям по полной программе Может быть Баланс белого Вытягивает это Но на самом деле Мне страшно На себя смотреть в зеркало Потому что Я прям Реактивный Весь красный И особенно Обожжены ноги Которые в жизни Сгорали Вы в первые дни Приезжаете Как я Такие жадные До солнца Кажется что Нужно успеть загореть Нужно с первого дня Прям по полной программе Этим заниматься Блин Вот хотя бы Первый денек Второй денек Воспользуйтесь Всякими средствами Против загара Хотя бы лайтовый Какой-то SPF Для того чтобы защититься Потому что Солнце здесь Прям лютое И очень сильно жарит И достаточно обидно В первый день сгореть А второй Третий у тебя Вылетает Потому что Ты прячешься от солнца Так что Лучше в первой Просто познакомиться С солнцем В малых дозах Пока Яна отдыхает После обеда Я пользуюсь Этой возможностью Для того чтобы Пойти опять На другую сторону Острова И Да и просто там побыть Там вообще никого нету Я люблю такие места Кстати антибиотик Тот самый Который мне был нужен Врач мне подтвердил И после того Как я выпил Первую таблетку антибиотика Это было несколько часов назад Такое впечатление Что уже стало получше Может быть это психологически Я нащупал такую спасительную ниточку Но Но короче Полегче Это приятно Здесь очень много летучих мышей Вот эти вот Они огромные Если я правильно все понимаю Если я правильно загуглил То они здесь называются Летучие собаки Я загуглил Посмотрел фотографии И они реально похожи на собак Просто блин собаки То есть вот Знаете Маленькая собачья мордочка Прям вот Маленькая собачка Только с гигантскими Блин крыльями Стремно выглядит И она как в меховой Такой жилеточке Прям блин Вообще дрожь по коже Ногам Кобзда вообще Сгорели нахрен И не знаю Что с этим делать Потому что я их не могу Ни во что спрятать У меня Даже Никаких штанов Нету Я бы их Не надел бы В такой же арен На сгоревшие ноги Но У меня их и нету Поэтому я сейчас шарахаюсь По теньку Взял маску И трубку Для того чтобы Немножечко поснорклить И посмотреть Вообще что это такое Очень любопытно Снимает ли что-либо GoPro под водой Ну вернее Я точно знаю что снимают Но Надо попробовать Как-то Вживую Вот это Я сейчас иду на другую сторону Острова Как раз которая Приспособлена для снорклинга Там я видел акул Каких-то других рыбок И там как раз Находятся основные Все коралловые рифы Так что там самое интересное Относительно кухни В отеле Если в общем все брать Сама кухня по себе Ну достаточно неплохая Почему-то я могу Сравнить с Доминиканой Во-первых Потому что в Доминикане Мы тоже брали All-Inclusive Во-вторых Потому что разнообразие И стилистика Наверное Приготовления блюд Она очень сильно похожа Но здесь Ну на порядок Выше точно Потому что В Доминикане Мы вообще с трудом ели То что нам давали Я просто Находил что-то Самое понятное Самое простое И пытался этим пропитаться Либо мы прям вот Говнище Питались Непонятным Здесь много острого Много приправ И опять же Не устану повторять Они очень портят рыбу То есть Они ее здесь ловят Здесь нет проблем с рыбой Но они ее очень Стараются готовить Разными способами И это у них Не получается Наверное Когда у тебя много рыбы Тебе ее не жалко И ты ее Угандошишь Любым способом Называется Если ты повар У тебя есть такие полномочия В общем еда берет Исключительно Своим разнообразием Лучше бы было меньше Но вкуснее Но как бы так Так интереснее Очень любопытно Очень любопытно Снимает ли что-либо GoPro под водой Под водой Очень любопытно Действительно Не туда зашел Стрёмно выглядит Стрёмно выглядит Действительно Не туда зашел Я немножко рассекретил Почему такая большая территория отеля И такой маленький отель Казалось бы Потому что по закону Мальдив Искусственные постройки На острове Не могут занимать Более 20% площади Мне кажется Это гениальный закон Кстати Еще на Мальдивах Есть закон Который запрещает Строить здание Выше чем Самая высокая пальма На острове Тоже на мой взгляд Очень разумно Дай волю Каким-нибудь ребятам Которые занимаются Отельным бизнесом Они застроят Просто каждый квадратный метр И им будет пофигу Им будет пофигу Какой высоты пальмы Знаете Здесь невозможно Практически ничего купить Возможно Это только на нашем острове Такая история Но как я понимаю Вообще И с аптеками Так себе И с магазинами Здесь на островах В Мале В столице Возможно Но до столицы Нам нужно Добираться И на лодке И на самолете И на самолете Более того С остановкой То есть Как мы летели сюда Потому что Здесь самолеты Работают примерно Как маршрутки Обязательно берите С собой Как можно больше Средств От загара И средств После загара И соответственно Различных Медицинских фигней Если например У вас Чисто гипотетически Возможно Аллергия на что-либо Ну возьмите с собой Лучше какой-нибудь Запасной препарат Лекарства Весит мало И занимает мало места И поэтому Взять их с собой Это Всегда хорошо Все острова На Мальдивах Имеют Небольшой размер Их все можно Обойти По кругу Пешком Это все Из 1200 Примерно И самый большой Мальдивский остров Длиной 4,5 километра И шириной 1200 метров То есть Тоже можно Обойти пешком Вполне себе Немножечко Иксторический Экскурс Мальдивы С 1558 года По 1573 Находились Под властью Португалии Далее В 17 веке Власть над Мальдивами Перешла Голландии А в 1887 году Мальдива взяла Под свой контроль В Великобритании А в общем Мальдивы Переходили Из рук в руки А в 1965 году Мальдивы Наконец-то Получили свою Независимость Чем я их И поздравляю Так мне Нравится Больше всего Кстати Не выезжая За пределы Мальдивы Мальдивы Потому что Мы сюда приехали Всего на 10 дней И как бы маловато Покупая тур Я спрашивал Может есть что-нибудь На недельку Ну типа 10 дней Совсем тяжко будет На острове Где нефига делать Мне все друзья Так сказали На самом деле Все не так Время летит быстро И как будто бы Ты всегда чем-то занят Это при том Что в принципе Мы еще ничего Даже не делали Даже Яна даже не изучала Остров Почему я один Постоянно Потому что сейчас Яна например Готовится Чтобы сделать фоточку А я быстренько Бегаю и снимаю В этот момент Все остальное время Мы с ней И в этот момент Я как-то обычно Уже не особо снимаю Мы либо купаемся Либо там Загораем Мы как-то Не до камеры В этот момент Так вот нифига Не скучно На четвертый день Я понимаю Что как-то дней Осталось уже Не так уж и много И надо было Хотя бы две недели Брать Тут вот Русская семья Одна Говорят что Они уже здесь Больше трех недель И как я понимаю Прилетели они сюда На месяц И тоже как бы Нормальные Не видно что Они с ума сошли От нечего делать За наркотики На Мальдивы Можно присесть На 25 лет Это если вы любитель Там не дай бог На мой взгляд 25 лет мало Я бы если бы доказывал Что человек Каким-то образом С наркотиками Связывать Закрывал бы Его нахрен навсегда Нафиг он нужен Вообще обществу Я в этом плане Радикальных взглядов Я очень рад Что здесь И с алкоголем Так не очень сильно Все распространено И как бы И отлично Я здесь ни разу не видел Чтобы кто-то Что-то там пил Или как-то выпивший Был ни на ужине Ни на чем То есть это Это идеально На мой взгляд Ну и то же самое С наркотиками Уж тем более Нахер эти люди Вообще нужны на планете Поэтому можно закрывать их Делайте с ними Что угодно Короче Оставляйте их здесь Нам они там Точно не нужны Чтобы возвращались И продолжали Свой образ жизни Нафиг не нужный нам Вот такие моментики Мне нравятся Два шага буквально проходишь И вот такая вот красотень Ты в раю находишься Сказочно Опять тучи На самом деле оказалось то, что Летние месяцы Они достаточно дождливые Я с вами не был достаточно давно По блогам И у меня вышел Замечательный курс По копирайтингу Я бы даже сказал С полной уверенностью При всей моей нелюбви К самой рекламе Что это лучший курс По копирайтингу Потому что Я собрал всю самую Полезную информацию Весь свой опыт Все знания Которые я получил Из книг Для того, чтобы сделать курс Который научит людей Не просто писать Но и думать, когда вы пишете Потому что писать может каждый Научит любить писать Что немаловажно Потому что Если вы любите писать То у вас это получается Совершенно иначе Каждый человек В современном мире Пишет Если он не пишет То он получает информацию От других людей С помощью текста Но Я уверен, что практически Не существует людей Которые вообще не пишут Особенно если вы смотрите это видео Как минимум Вы пользуетесь электронной почтой Вы пишете Что-то по работе Вы ведете какую-то переписку Вы отправляете запросы По работе Вы составляете резюме Вы пишете, возможно Какие-то постики в инстаграм Даже если они не очень большие Не очень длинные Может быть вы стесняетесь Может быть у вас Масса блоков Для того, чтобы Взять и начать Круто писать Вот этот курс Как раз Я сделал для того Чтобы снять все эти блоки Для того, чтобы Дать всю необходимую информацию Для того, чтобы Начать Продолжить И не бросать это дело Это действительно Очень важный навык С помощью которого Можно добиваться Совершенно любых целей Потому что сначала было слово Потом было дело Так вот, если эти слова Поставлены в предложениях Правильно В правильном порядке Если правильно подобраны Эти слова Если вы знаете Психологию текста Как он влияет на людей Как написать тот текст Который Точно попадет в цель И будет дочитан То У вас есть ключи От всех дверей Поверьте мне Это очень важный навык Которым должен Обладеть каждый человек Эта информация Не устаревает Это не NFT Не криптовалюта Не прочая херня Которая сегодня Кого-либо интересует А завтра уже Все забыли Про существование Этой штуки Это знания Которые вы получаете Один раз И Они остаются с вами На всю жизнь Сейчас 1 сентября 2022 года Стартует уже Третий поток Так вот Первые два потока Я даже не знал Чем добавить Я думал Что запишу первый курс Ну и как бы На втором Я уже буду что-то добавлять Там доснимать Может быть дописывать Но нет Он настолько получился Идеальный Настолько много информации Я туда собрал Что Ну никак не получается Даже его сделать лучше И Опять же Вопреки мнению Многих людей Что писать невозможно Научиться Для этого нужен дар Талант Это все глупости На самом деле У меня была двойка И тройка По русскому языку Когда я первый раз Начинал писать текст Нам понадобились тексты Для нашего сайта Когда мы занимались Фотосъемками Это была пытка Я не умел У меня ничего не получалось Я не знал как Я пытался найти К ним подход С полностью С нуля С двоечника По русскому Можно добиться Выпуска Как минимум Двух книг Которые стали бестселлерами И сотни тысяч подписчиков Которые Ну как минимум Нашли что-то интересное В моих текстах Для любителей Этого канала Для любителей Моих влогов Я хочу сказать То что Формат этого курса Сделан как раз В формате влога То есть это 10 уроков В видеоформате В среднем где-то 30-40 минут Примерно вот так Вот я общаюсь с вами Как с друзьями Я объясняю вам И рассказываю все так Как я объяснял бы своим друзьям Какие-то важные моменты Выводятся текстом Плюс Второй формат Каждый этот урок Представлен в текстовом виде Естественно Это же курс по текстам По копирайтингу То есть вы можете посмотреть Видео-версию На беговой дорожке Или послушать Или погодить в машине Когда угодно А потом закрепить Текстовым файлом Например Почитав его на ночь Если вы так лучше воспринимаете Вот такую штуку Я пыляю Отель выкуриваю Для того Чтобы не было Насекомых летающих Может быть и не летающих Очень киношная картинка Получается Пахнет соляркой Вот просто реально Как будто бы Какой-то Двигатель Трактора Завелся И пыхтит Вот как-то так На Мальдивах Купаться Голым нельзя Это для Яны Очень великое упущение Она так хотела Голой здесь искупаться Я знаю еще один факт Про ракушки Вот То что Нельзя вывозить Из острова Ракушки И песок Вот что я знаю Но на самом деле Я делала опрос В инсте И мне подписчики Писали то Что они Сто раз Так делали И все Типа нормально было Поэтому Я решила Поступить Как настоящая русская Понадеяться на русский авось И Таки Вывести Немножечко добра Но если что Штраф заплачу Слушайте Будут самые мои дорогие ракушки Сейчас Яна вам расскажет Знаете что А Яна расскажет Что с собой нужно взять на Мальдивы Я-то вам говорю Что достаточно футболки Плавок И Да и в принципе И все Яна так не думает Потому что Все чемоданы Были заняты Исключительно Ее вещами Передаем микрофон Яне Давай не будем Привирать Он такой Все чемоданы Можно подумать Короче он решил Что одного Чемодана Большого Нам хватит На двоих В общем На это Я естественно Сказала Что Я разрешаю Прямо положить Двое трусиков Двое Две маечки Трусики Можно было не брать На самом деле Я постоянно здесь В плавках Все остальное место В чемодане Но исключительно Мое Потому что Я не собираюсь ходить Знаешь ли В одной футболке В одних В одном купальнике Я считаю Что Не для того Ягодка росла Знаете А для того Чтобы быть красивой И выгуливать наряды Поэтому Евгений Вы как хотите Но Для ракушек Мы купим Еще один чемодан С тележкой Сразу Чтобы Обыскивать Долго Не пришлось А чаевые На Мальдивах Официально Не приняты Например Человеку Который У нас Убирается в номере Мы оставляем По 15-20 баксов Как-то так Потому что Номер большой Песка до хрена Обычно Он так Очень хорошо Нам все убирает Очень много воды Приносит И это Самое главное От чаевых Не отказываются Но если ты их Не плачешь Вроде как Не обижаются Я не знаю Как еще Интерпретировать Фразу Что официально Чаевые Здесь не приняты Они нигде Практически Официально Не приняты Кроме Конечно же Американцев И европейцев Которые могут За тобой Из ресторана Пойти Если ты Чаевые Не оставил Я с нами Такой к счастью Не случалось Я не знаю Как я отреагировал На такого официанта Это просто Для меня дичь какая-то Но я слышал Про такие случаи Очень забавно И прям Как бы Неадекватно На мой взгляд У меня вообще К чаевым Своё отношение Я с удовольствием Их оставляю Тогда Когда мне Это сделать Комфортно Но когда Мне это Некомфортно Делать Меня прям Вот бесит Вот эта Обязаловка Или когда От тебя Их ждут Когда тебе Чуть ли не В глаза Смотрят Типа Ну и что И где Чаевые Типа Схерали Я вообще Тут Ради тебя Утруждался Вы делаете Своё дело Вы получаете За это Зарплату Меня меньше Всего волнует Что ваша зарплата Вас не устраивает Почему я должен Об этом думать Вы просто Выполняете Свою работу Я прихожу Чтобы воспользоваться Вашими услугами Я прихожу У вас Пообедать И меньше всего Мне в этот момент Хочется Заморачиваться С чаевыми Мне не жалко Но просто Иногда Это реально сложно Особенно Когда Практически Пропали наличные Деньги Не во всех ресторанах Есть Какие-то QR-коды Для чаевых Что кстати Достаточно удобно Но Когда у тебя Нет такой возможности Когда нет QR-кода Я меньше всего Хочу официанта Спрашивать Отдайте мне свой Сбербанк Чтобы я вам чаевые перевел Ну прям вот Мне это до хрена надо Если В ресторане Не позаботились О своем персонале Но Также у меня Отношение к чаевым Во всех остальных странах Иногда ты Где-нибудь в Америке Ешь на На несколько сотен долларов В ресторане Ты как бы Не можешь Не оставить Там чаевые Это Для меня Это как бы Ну не очень Особенно Когда Обслуживание Было дерьмовым А в Нью-Йорке Очень много Например ресторанов Где Обслуживание Конкретно Прям на тебя Всем насрать За комфортные И искренние Чаевые В знак благодарности Человеку Который хорошо И профессионально Выполняет свою работу Просто если вы хотите Таким образом Сказать ему спасибо Но когда тебе сейчас Уже и в такси Блин И в доставке еды Везде Вот этот вот пункт Сколько чаевых Вы хотите оставить курьер До того Блин Как он мне заказ привез Может он 10 раз Мне позвонит Может быть он Запутается Может он мне там Все перемнет Перебьет Или ко мне еда Холодная приедет Как я могу думать О чаевых До того как он Вообще ко мне приехал Они блин По-русски Это не разговаривают Они не могут Мне ничего даже Объяснить Откуда они Что они Кто-то звонит Что-то пытается Сказать И хочет Чаевые заранее Это странно И странно Что сейчас Всякие службы Стараются Нам их как-то Пропихивать Чтобы у нас Типа как в Америке Стало Зарплату им Платите Нормальную Не надо будет Эту функцию Дебильную Какую-то Внедрять Человеку Лучше я сам Оставлю Курьеру Лишний раз Какие-то 100 рублей Наверняка Это кому-то было интересно На Мальдивах Демократия Глава государства Президент Все просто Как у нас Ну и что На коптере я здесь полетал Я до сих пор Не понял Что здесь с законами Относительно того Можно с коптерами Нельзя с коптерами Как я понимаю Правила устанавливают Отдельный отель То есть отдельный остров На каких-то Наверное Высоко ценится Какая-то супер приватность На нашем острове Я не знаю Какие правила Меня никто нигде Не предупредил Никаких табличек Нет запрещающих Снимать на коптере На ресепшене Тоже соответственно Ничего не предупреждали Как это не странно Самые интересные Ракушки Самые интересные кораллы Можно найти Именно на берегу Потому что Сильными волнами Их выносят Смотрите Какой красивый коралл Например Прям красивый Более того Здесь уже оно Даже как-то не ценится Потому что Когда я сначала Увидел коралл Я такой Вау Коралл А сейчас Такой типа Ну коралл Мог бы у кого-нибудь На полочке стоять Красиво По поводу Ракушек песка Кораллов В начале видео Я говорил Что нельзя Вывозить С острова На самом деле В небольшом количестве Небольшие ракушки Небольшие какие-то Как я понимаю Кусочки кораллов Я думаю Что никакой ценности Они не несут Потому что Примерно Тот же ассортимент Ракушек и кораллов Лежит у них Обычно в кучах мусора Который они убирают С пляжа Я думаю Что ничего ценного Мы точно не увезем Тем более Мы не будем Для того Чтобы что-то увезти Что-то ломать Обычно все это Находится Как раз В прибрежной зоне Вот типа Вот здесь Самое страшное Что можно найти На берегу Просто имейте ввиду Это памперс Памперсы Как я понял Очень хреново Растворяются в природе Растворяются в океане Поэтому Когда вы меняете Памперсовым Ребенку В открытом океане Пожалуйста Потрудитесь его Куда-нибудь убрать Чтобы он у вас Не улетел Потому что Он очень здоровый Мне кажется Он может как-то Ну херово Повлиять В общем на океан Странный момент Здесь вроде как Прям Мать Дерево Мальдив Это кокосовая пальма Однако Пальм Прям реально мало В процентном соотношении Относительно Всей растительности На острове И никто Ни разу Ничего не предложил С кокосом Никаких блюд С кокосом Я по крайней мере Как-то Ну особо ярко Выделенных Не пробовал Так что Насчет кокоса Здесь некоторое Превеличение Мальдивы были бы Вот прям вот Совсем раем На сто процентов Если сюда Привезти всю Тайскую еду И тайские фрукты Вот тогда Здесь было бы Офигенно Потому что В Таиланде Сейчас Во-первых Огромнейшее количество Русских Вернее не то Что русских А прям Хреновых Русских Вот Ну по крайней мере В популярных Направлениях Таких как Там какая-нибудь Паттайя Мы там не были Правда Пхукет На котором мы были Много раз Какие-то есть Отдаленные острова Для избранных Мы там еще Не побывали А надо бы На самом деле Потому что Тай я люблю Но на Пхукете Последние разы Там прям Русская речь Который Обучили тайчиков Не самое лучшее И В Таиланд Возвращаться Честно говоря Не сказать Что очень хочется Но фрукты Оттуда Было бы здорово Прям Телепортировать Сюда на Мальдивы Тогда бы здесь Было вообще Все идеально Если вы посмотрели Мой влог И решили Что нужно уже Получать гражданство Мальдив То я вас Немножечко Может быть Огорчу Гражданство На Мальдивах Могут получить Только мусульмане И только те Которые прожили Здесь уже Несколько лет Если вы мусульманин И уже живете На Мальдивах То я думаю Вы и так Эту информацию Давно уже имеете У меня кстати Вопрос мучает Я уже не первый раз Встречаю Какие-то штуки На берегу И не могу понять Что это Животного происхождения Или растительного Смотрите Как это выглядит А выглядит Это вот так Типа какого-то плавника Или какой-то кости Может быть рыбей Есть вариант Что это такое Кстати Первым открывателем Мальдив Был Марко Поло Который дал им название Цветок Индийского океана Еще бы Здесь короче Что же на пляже Как я понимаю Находят Складывают в тележку Они всякими сачками И прочим Это все поднимают И завозят Немножечко в лупе острова Буквально на 10 метров Что они дальше С этим делать Я не знаю Я очень сильно надеюсь То что Потом проезжает Вот здесь такие Внутренние дорожки Есть какая-нибудь машина И они устраивают Какие-нибудь субботники Потому что явно За длительное время Здесь намного больше Накопилось бы мусора И его все-таки Здесь кучки Не такие большие Но выглядит все равно Неприятно конечно Мне кажется Это можно было бы Больше выбирать Если бы Я был директором Такого острова У меня бы здесь Ни одной бутылки не валялось И человек какой-нибудь Получал бы зарплату За то, что он просто Бесконечно ходил бы Вот так вот кругами И собирал бы Каждую пластиковую херовину Каждую вот Что-то, что цвет Отличается от Чего-то натурального Чтобы он сразу Это все утилизировал Максимально быстро Мне кажется Это важно Но я вообще Знаете Такой по жизни Переживальщик За всю красоту За природу То есть Для меня Вообще неприемлемо Какой бы я не был Уставший Что-либо выбросить Я могу выбросить Какую-нибудь Шкурку от банана Там допустим На землю Но Не дай бог Какую-нибудь Даже бумажку В принципе Ну так нельзя делаться Просто Надо уважать природу Сколько раз зарекались Не следить за прогнозом погоды Потому что каждый раз Когда смотришь на прогноз погоды И думаешь Что все будет херово Все как бы В итоге-то Вполне себе нормально Вот такая у нас вода На следующий день Хотя каждый день Обещали дожди И я хочу сейчас Таймлапсик снять Чтобы показать Какие все-таки На небе тучи Но они с такой скоростью Движутся Что-что Это не счетово Что с людьми делают Чаевые Это очень смешно Как лебедь из покрышек Только здесь и полотенец На нашем острове Есть идеальный вид транспорта Называется он Велосипед И стоит он 5 баксов В сутки Очень выгодная инвестиция Потому что Ёпта Дольку вырезать И потом постепенно Постепенно все остальное Слышите Там есть какая-то Кокосовая вода Надеюсь Это те кокосы В которых Это пьют Ничего не напоминает Эта штука Make America great again Если вы думаете Что у меня не получится Вы меня просто плохо знаете И здесь на меня получилось Даже без ложки И без открывалки Получилось бы Главная цель Поставить Такое Расшибусь Ну сделаю Дел за малым Теперь осталось Вот этот кокос Вкрыть Уже внутреннюю часть Так ну все Кокос открыт Техническое отверстие Проделано Идеально Но это я вам скажу Не кокос из пятерочки Это прям Посмотрите Так сама по себе Кокосовая вода На самом деле Не очень сладкая Но такая знаете В некоторых странах Когда путешествуешь Такая попадается Даже когда тебе В ресторане приносят То есть у нас сладковатая Но средненькая В общем В Таиланде Естественно Все намного слаще Единственное Я не скрыл еще Мягкоть кокоса Я вижу Что там достаточно Толстый вот этот Белый слой Самого ореха Я думал это сделать Вот об это вот Крылечко наше Но я боюсь А вдруг Какая-нибудь Плитка треснет Не очень прикольно будет Либо вот там Вот подальше Сделать это Сейчас что-нибудь сделаем Мы же все-таки Кокос скрыли Нужно что-то теперь Сделать с этим кокосом Я окончательно победил Кокос Его было очень легко Разбить на самом деле А бетонный угол Вот этот вот Рядом со ступеньками Я тут погодку посмотрел Грустно Каждый день дожди Обещают На протяжении Ближайшей недели Возможно Такой прогноз и был Но Прогноз погоды Мы посмотрели только сегодня Потому что Сегодня Как-то тучи не уходит Как с утра пасмурно А так до сих пор до обеда Но зато комфортные условия Для того, чтобы пойти погулять Фоточки какие-нибудь сделать Хочу напомнить Что 1 сентября Стартует третий поток Моего курса по копирайтингу Очень полезный курс Который следует пройти Каждому человеку Просто потому что Каждый человек в современном мире Пишет И от того, как человек пишет Как он умеет писать Как он умеет формулировать Свои мысли в виде текста Зависит Все его успехи в жизни Это вложение У вас окупится И будет окупаться В течение всей жизни Так что пока этот курс еще идет Успевайте к нему присоединиться 1 сентября старт 20 августа Стартуют продажи этого курса Возможно уже стартовали Если я успею смонтировать Этот влог до 20 августа То у вас будет возможность Более того Перейти по ссылочке Которая под этим видео И заранее ставить заявку На прохождение этого курса И получить скидку 5% на него Знаете погода Если не брать температуру То примерно как осенью У меня в деревне Потому что Извредили дожди И дожди такие Знаете Если раньше я вам Рассказывал про то Что они такие коротенькие Быстренько начался Быстренько закончился То есть сейчас это дождь Который С утра до вечера покапывает А если он заканчивается Как сейчас он закончился Мало что меняется Потому что Просто остается пасмурная погода Жаркая и душновато Очень быстро Приходит голод Не знаю откуда он берется Не сказать что мы здесь Очень сильно как-то утруждаемся Я максимально так ППшный образ жизни вел Занимался спортом много В итоге здесь я ни хрена Не занимаюсь спортом И очень много ем И к счастью Я конечно не скатился До сладкого и мучного Но все остальное Я ем в огромных количествах Мне все интересно И почему-то здесь Какой-то аппетит На вот этом вот морском воздухе Может быть из-за того Что мы купаемся Может быть из-за того Что мы все-таки здесь активничаем Или из-за жары Я не знаю из-за чего В общем аппетит Здесь будь здоров Так что готовьтесь морально к этому Ну какой-то мотоциклист Не справился с управлением В океане Сделаем хорошее дело И вот эту голову Докинем до До урны Чтобы немножечко Хотя бы внести свой вклад В сохранение океана Вот так вот мы делаем Тоже можете Порадоваться за это Блин я так не хочу Руками трогать Извините Как у Лачкова Оп Идеально Вверх взяла плохая погода Мы сегодня улетаем Я себя немножко Другими Мальдивы представлял Вернее я не представлял Что на Мальдивах Вот такое вот возможно Может быть на 15 минут Окей Но не в течение Уже нескольких дней Лужи которую нельзя обойти Не ну можно было бы Пропрыгивать Я с собой сувенирчик нашел Вот такая пальмовая веточка Я надеюсь я как-нибудь Ее в багаже довезу Все таки И не запрещено пальмовые ветви Отсюда вывозить Вот такие пальмовые веточки Прикольно смотрятся для съемочек Я отломил ее кстати О тех которые сотрудники острова Обрезали То есть я специально не ломал пальмы Имейте ввиду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!